Музей военно-исторического общества 1945 или «Ретро-гараж» был создан более пяти лет назад. В экспозиции представлены автомобили и мотоцикл 20 века, предметы обихода советских времён. Ежегодно музей посещают сотни горожан. Для них это уникальная возможность прикоснуться к истории родной страны, узнать, как жили их родители и деды. Современная молодёжь сегодня просто оторвалась от того времени. И очень интересно, некоторым приходят, они видят печатные машинки, они видят фотоаппарат, они видят видеокамеры, они не понимают, как это так, была такая видеокамера, предположим. А я помню времена, когда эта видеокамера стоила больше, чем три трёхкомнатных квартиры в Сарове. В этом году организаторы решили расширить экспозицию музея. В гараже прошёл небольшой ремонт, сейчас идёт оформление стендов. Однако экспонатов на выставку уже не хватает, и для её пополнения нужна помощь горожан. Каких-то конкретных предпочтений нет. Главное, что эти предметы должны отражать дух Советского Союза. Те вещи, которые радовали нас или не хватало нам в детстве. Игрушки какие-то. И то интересно, чтобы наши дети потом пришли, дети уже, внуки, да, пришли и посмотрели, чем играли их деды, прадеды. Ведь уже сегодня приходят дети, видя пейджер, хотя, казалось бы, он вот только-только был совершенно недавно. Они, видя здесь пейджер, они не понимают, что это такое. Большую потребность музей испытывает в автомобилях и мотоциклах. Они должны быть старше 30 лет. Вопрос, опять же, состояния этого автомобиля и надобность. Понимаете, есть автомобиль редкий, который там… А есть автомобиль, который на рынке вот там… Ну, столько много, что, собственно говоря, и не нужно. Информацию о том, как помочь с пополнением экспозиции, можно узнать по телефону 7-94-94. Ретро-гараж работает в парке АСС каждые выходные с 10 до 14 часов. Посещение бесплатное, прийти и познакомиться с историей нашей страны могут все желающие. Также музей работает по групповым заявкам. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.